Всем привет! На связи Мабу и в сегодняшнем видео я вам покажу, как настроить верстку для различных ориентаций экрана. То есть для портретного вертикального режима одна верстка, для горизонтального режима другая верстка. И также я вам покажу, как запретить смену верстки при повороте экрана. То есть если ваш пользователь будет держать смартфон вертикально, то есть как портретно, и при перемещении в горизонтальное положение смартфона, мобильное приложение не будет перерисовываться, то есть экран не будет перерисовываться, и фактически на экране ничего меняться не будет. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложение, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия. Если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе «Андроид-разработчик» за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет два разработанных мобильных приложения и два отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс «Андроид-разработчик» за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, что вам нам нужно сделать? Мы должны перейти... У меня пустой совершенно мобильный... Ну, пустой проект. В принципе, я его могу запустить сейчас на эмуляторе. Вы увидите, что он нулячий. Ничего тут нету. Переходим в «Activity Main». В вкладку «Код». Давайте я сверну сейчас эмулятор. И просто тут все очень будет просто. Будет, допустим, текстовое поле. Неважно, что будет. И кнопочка какая-нибудь, да. Давайте создадим кнопочку. У нее будет ширина в «Rap Content». Да, и высота будет также в «Rap Content». Конечно же, мы будем закрывать виджет. И нам нужно позиционировать. Значит, текстовое поле у нас будет... Давайте сверху экрана. Ну, родителя, да. Так, вот это мы удаляем. Это нам не нужно. Ну, то-то сверху и посередине. А здесь мы позиционирование кнопки сделаем тоже по горизонтали, также посередине. Но при этом она у нас... Да, кстати, вот тут мы неправильно. Не «Top Bottom», а «Top To Top Off Paran». А здесь, да, и у текстового поля дадим айдишники. Айдишник будет «Name», допустим. И здесь будем позиционировать кнопку под этим текстовым полем с айдишником «Name». Вот так. Если мы соберем проект... То увидим, вот оно, текстовое поле, да? Вот кнопка. Да, и хорошо бы еще, знаете, отступов больших добавить. «Margin Top», «70dp». Так, «70dp». И здесь давайте отступ добавим. Вот, тут так хорошо теперь. И смотрите. Давайте повернем. И смотрите, при повороте экрана у нас получается так же. Текст сверху, а кнопка снизу. А нам нужно, допустим, делать, чтобы при повороте текст был слева, а кнопка была не снизу, а справа. Как это сделать? Как нам предусмотреть верстку для непортретного режима? Для этого мы становимся на папочке «Layout». Правая кнопка мыши. «Layout Resource File». Пишем «Activity». Также «Main» у нас называется. XML шаблон, да? И «Layout-Land». «Land». Окей. И переходим вот в этот шаблончик уже, который мы создали. И давайте, что мы здесь делаем. Мы идем в «Activity Main». Копируем наши два виджета. Идем в наш новый созданный XML шаблон для непортретной верстки. Так, тут нужно импортировать. И мы хотим, значит, текстовое поле вверх к вверху родителя. Во-первых, отступов давайте сделаем всего лишь 20TP. Так как и возле кнопочки 20TP. Значит, будем прижимать вверх к вверху родителя. Но при этом давайте будем прижимать этот... Будем даже вот так вот давайте отсюда мы скопируем. Будем позиционировать левый край этого виджета к левому краю родителя. Ну, давайте вот так вот сделаем. Left to left of parent. Что с кнопкой? Кнопку мы говорим, будем позиционировать так же, прижимая к вверху родителя, то есть к вверху экрана. Да, здесь, конечно же, мы parent указываем. Но при этом мы хотим с вами левый... То есть берем вот так вот. Говорим, что будем левый край нашей кнопки прижимать к правому краю нашего текстового поля. В текстовом поле отишник на им. И позиционирование по отношению к правой части убираем. Убираем. Давайте я все-таки сделаю отступы не сверху только, а еще со всех сторон. И не по 20 дп давайте, а по 40 дп сделаю, чтобы было хорошо все видно. Собираем проект. И, пожалуйста, наша верстка выглядит по-другому, так как мы захотели. Итак, давайте подведем итог. Для того, чтобы вам предусмотреть верстку не для портретного режима, для этого вам нужно создать специальный XML шаблон, который называется так же, как и исходник. Но при этом, при создании, там где у вас... Ну давайте я еще раз покажу. Создаем XML шаблон. И вот здесь ставим тире и ленд. То есть мы говорим, что это для определенной ориентации экрана. Кроме того, вы можете запретить перерисовку приложения при повороте смартфона. Для этого идем в манифест. И вот смотрите, у вас тут идет Activity. У нас единственная Activity, MainActivity. На каждом из Activity, если у вас несколько Activity, там где это нужно запретить. И если нужно запретить во всем приложении, то на всех Activity мы берем здесь Android. Мы должны для этого указать вот такой атрибут у каждого из Activity, существующих приложений, у которых нужно запретить переворот, при перевороте запретить перерисовку верстки. И здесь мы должны указать атрибут, пока обращаемся к библиотеке Android, и указываем атрибут ScreenOrientation. И говорим, что всегда должно быть у этого Activity портретное отображение, то есть портретная ориентация, то есть вертикальная. И теперь, после того, как мы будем поворачивать смартфон, у нас не будет перерисовываться верстка у данного Activity. На сегодня это все, что я вам хотел рассказать про смену ориентации экрана. Да, с горизонтального на вертикальный и наоборот. И это очень тема такая, она не фундаментальная, она как бы дополнительная, но она очень важная. Берите этот себе подход на вооружение, выбирайте либо запрет, выбирайте смены, либо делайте перерисовку каждого из конкретных экранов. На сегодня это все, что я вам хотел рассказать. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok